Девушки отдыхают Очевидец бабочки Летучие цветы, которые сначала ползают Бабочки всегда будили наше воображение Вдохновляли художников и популярных писателей Гусеница из Алисы в Стране Чудес Крылатые феи и эльфы на открытках прошлого века Но бабочки как существа это гораздо больше, чем пара ярких крыльев То, что радует наш глаз, лишь один из способов их общения с окружающим миром Нужен ли узор, чтобы привлечь партнера Отпугнуть хищника Или замаскироваться Бабочки выглядят так, а не иначе С единственной целью Выжить Каждая из четырех стадий их жизненного цикла Яйцо Гусеница Куколка И магу Используют хитроумнейшие приемы, позволяющие сохраниться виду Бабочки прирожденные артисты И обманщики У древних греков слово «психия» означало и душа, и мотылек Греки верили, что душа человека, превратившись в бабочку, ожидает дальнейших перевоплощений Даже сейчас бабочку, как символ вознесшейся души, иногда изображают на надгробиях Бабочки составляют один из самых крупных отрядов насекомых Их научное название, лепидоптера, из двух греческих слов «лепис» — чешуя и «птерон» — крыло Только у этих насекомых крылья и все тело покрыты мелкими чешуйками При стократном увеличении они очень похожи на разноцветную черепицу Именно эти чешуйки создают такую мозаику оттенков и движений Как птичьи перья, ловя воздух, они позволяют медленно порхать и планировать Как у всех насекомых, тело бабочки состоит из головы, груди и брюшка Поражая богатством расцветок, они сильно различаются и размерами Одни расправив крылья не крупнее кнопки, а вот бабочка атлас не меньше суповой тарелки Эволюция впервые вывела на сцену примитивных бабочек молей в эпоху динозавров Древнейшим их остатком — 180 миллионов лет Другие бабочки возникли через 100 миллионов лет Вместе с цветками, от которых зависит их жизнь Этой окаменевшей бабочке — 40 миллионов лет Чешуи крылые быстро распространились по земле Сейчас от Арктики до экваториальных джунглей Наш мир населяют 15 тысяч их дневных видов И еще в 10 раз больше ночных Способность бабочек к метаморфозу Умение превращаться внутри куколки Из ползучей твари в крылатого эльфа Всегда восхищала человека Христианство ассоциировало выход бабочки из куколки С воскрешением Христа Древние египтяне верили, что боги пользуются метаморфозом Избегая смерти путем перехода из одной формы в другую Внутри яйца, что мельче рисового зернышка Таится новая бабочка Этот ребристый футляр хранит генетическую программу пестрокрылого вида Способного облететь полмира Монарха Кладки бабочек должны обеспечить максимальные шансы на появление потомства Некоторые берут количеством и откладывают по многу яиц вместе Другие по одному в разных местах Хотя бы парочка не попадется на глаза хищникам Хотя яйца различны по строению и форме Все окружены скорлупой, защищающей от паразитов Но позволяющей зародышу дышать и сохранять воду Для кладки выбирается растение, которое будет кормить гусениц Геликонида сначала смотрит, нет ли других яиц Чужие дети, значит, меньше пищи для ее собственных Но страстоцвет не желает кормить ничье потомство Чтобы отпугнуть бабочку, он использует обман зрения Желтые пятна на листьях имитируют яйца геликониды Все бабочки стараются получше спрятать плоды любви Но в период ухаживания это одни из самых колоритных в мире эксгибиционистов Используя силу своих красок и запахов Самец для начала приглашает самку на тур воздушного танго Которая станет прелюдией к спариванию Но некоторые бросаются на самку Даже не дав ей до конца выбраться из куколки Для тех, кто любит знакомиться при Луне Главное не яркая внешность, а парфюмерия Самка выделяет феромоны Вещества, привлекающие самцов Самец геркулеса чует запах самки уже за пять километров Он буквально вынюхивает партнершу в густом лесу Но у бабочек нет носа А бонятельные рецепторы покрывают эти перистые антенны Антенны дневных видов обычно тонкие, булавовидные Их форма один из признаков, позволяющих отличить дневных бабочек от ночных Дневные летают обычно днем Ночные в основном ночью Дневные, как правило, яркие, а ночные тусклые Дневные, садясь, поднимают крылья вертикально Ночные этого не делают Но нет правил без исключений Ночные виды бывают яркими, любящими солнце А дневные невзрачными Различия здесь довольно нечеткие и основаны на сочетании признаков Яйцо монарха готово к вылупливанию Оно отложено шесть дней назад Острыми челюстями крошечная гусеница прогрызает выход наружу Ее первый корм Скорлупа яйца Закуска перед ждущим ее королевским пиром Славящиеся своим аппетитом Гусеницы не особенно популярны У садоводов и фермеров Армия гусениц на марше, жадно набивая рот Может уничтожить весь урожай и вызвать голод Страдают не только посадки Гусеницы платяной моли предпочитают шерсть Ковровая моль равнодушна к истории Но бесплатный сыр только в мышеловке Гусеницы лишь звено в пищевой цепи И многие не прочь съесть их самих Даже люди находят их аппетитными В Китае гусеницы шелкопряда деликатес Бабочек и их личинок едят аборигены Австралии И питательно, и мало холестерина Исходя из того, что бабочка это бесплотная душа В Англии когда-то считали, что женщина съев бабочку Скоро родит дитя Когда человек нервничает, англичане говорят У него бабочка в желудке Сначала гусеница монарха длиной с кнопку Через две недели от корма она достигает размеров пальца Ее пища ваточник, ядовитое растение И его яд делает саму гусеницу токсичной Яркий узор на теле предупреждает об этом окружающих хищников Любимое блюдо гусениц Вегетарианский салат Они съедают по листику в день Если это вас не впечатляет Человек с подобным аппетитом Съедал бы 20 кило салата ежедневно Гусеница всегда голодна Ее задача проста Есть и расти как можно быстрее Она может удвоить свой вес за 24 часа Чтобы догнать гусеницу Человеку нужна целая гора салата На первый взгляд гусеницы всего лишь медлительные обжоры Легкая добыча для любого хищника Но именно уязвимость заставляет изобретать хитрые средства защиты Многие гусеницы покрыты колючими волосками Хищники такое лакомство обычно обходят стороной Иногда эти колючки, например, у медведицы Каи Напитаны ядом, как отравленные клинки Придуманные людьми гораздо позже Яркой окраской гусеницы честно предупреждают Мы несъедобны Желтая гусеница бражника мертвой головы доказывает Ты то, что ты ешь Питаясь листьями белодонны, она ядовита для всех хищников Некоторые отбиваются от врага собственным газовым баллончиком Другие просто блефуют Изгибаясь, как змея, готовая ужалить обидчика Походный сосновый шелкопряд воюет не умением, а числом Гусеницы шагают на обед, построившись милитаризованной колонной Их казармы – огромные коммунальные коконы на вершинах сосен Гусеницы парусников притворяются птичьим пометом Неаппетитный корм Главное – не двигаться Но самая популярная у гусениц форма – камуфляж Многие умеют отлично сливаться с окружающим фоном Гусеницы голубянок ищут защиты у муравьев Прикинувшись их личинками Те переносят их в гнездо И голубянки едят хозяйский расплод Подкупая взрослых сладким секретом спиной железы Но, возможно, лучший выдумщик – гусеница одного центральноамериканского вида Залезающая в кучи фасоли Когда припечет солнце, личинки прыгают, спасаясь от жара Результат известен под названием Мексиканская скачущая фасоль Традиционно в Новой Англии определяют, какая будет зима По пропорции темных и светлых волосков на одной из местных гусениц Чем темнее шкура, тем морознее зима Как и все гусеницы, монарх, чтобы расти, линяет Четыре раза в жизни старая кожа сменяется новой Более эластичной и просторной Выросшая, готовая к новому превращению гусеница Начинает плести защитный кокон из шелка Выделяемого парой особых желез на ее губе Гусеница тутового шелкопряда образует одну шелковинку Рекордная ее длина 4 километра Почти вдвое больше, чем у моста Золотые ворота Этих шелкопрядов разводят по сей день Первая шелковая ткань изготовлена в Китае за 2500 лет до нашей эры Шелк остается лучшим материалом для вечерних платьев и тонкого постельного белья Именно шелк многие гусеницы, готовясь окуклиться, используют для постройки коконов Дубовый шелкопряд вплетает в свой шелковый кокон дубовые листья Гусеницы-мешочниц, используя ворованную шерсть, плетут себе переносной спальный мешок А потом достраивают его до кокона на стадии куколки Давным-давно, до эпохи свитеров, мешочницы применяли эту стратегию в птичьих гнездах Окружая себя собранным вокруг материалом, они оставались нераскрытыми И окукливались прямо под носом у врага Однако шелковые коконы плетут только личинки ночных видов У дневных бабочек куколка голая и называется хризолидой Гормоны заставляют гусеницу монарха линять в последний раз и замирать внутри твердой оболочки В окончательном виде куколка похожа на почку На этой стадии развития тоже важно замаскироваться от многочисленных врагов Некоторые сами выбирают цвет своей хризолиды Бурый или зеленый, в зависимости от окружающих ее листьев Сейчас внутри куколки монарха происходит чудесное превращение Метаморфоз почти завершен Оболочка полупрозрачная и под ней заметны крылья бабочки Все гусеницы генетически запрограммированы рано или поздно превратиться в крылатую красавицу В зависимости от вида этого надо ждать несколько дней или месяцев Несмотря на хрупкое сложение, многие бабочки — великолепные летуны В 20-х годах британский авиаконструктор Джеффри де Хевиленд назвал в честь них серию бипланов Самым удачным был тайгер-мод — медведица У разных видов техника полета не одинакова От ленивых взмахов тропического голубого морфа, почти парящего среди джунглей До частого трепетания крыльев геликонит Ядовитым видом спешить ни к чему Умный хищник за ними не погонится Некоторые виды бражников бьют крыльями так быстро, что, как калибри, зависают у цветков Говорят, что человек стремится к жизненным соблазнам, как мотылек на огонь Почему же ночных бабочек неудержимо тянет к свету? Ученые до сих пор спорят Есть мнение, что они принимают огонь за свет Луны Который служит для них навигационным маяком Так или нет, но это роковая ошибка Хрупким бабочкам надо спасаться и от стихии В дождь лист служит им зонтиком В прохладные ночи они прячутся в кронах Многие бабочки переживают даже зиму Обычные в Европе малая нимфолида и дневной павлиний глаз Зимуют в домах и сараях В Германии бабочка в доме раньше считалась дурным знаком В день Святого Петра 22 февраля Дети простукивали молотками дома и пели песни, чтобы выгнать бабочек Оставшись, они могли накликать беду Чаще всего падеж скота Поверье не лишено оснований Бабочки могут разносить болезни коров, садясь им на глаза Меняя свой гусеничный ход на полет Бабочки переходят с твердого горючего на жидкое Большинство видов пьет из цветков нектар С помощью длинного гибкого хоботка Некоторые лижут фрукты Воду и минеральные соли Бабочки находят в человеческом поте Черепашьих слезах И даже в навозе крупных животных Однако некоторые не едят вообще У них даже не развит рот Гусеницы запасли энергию, которой хватит до конца жизни Однако большинству нужна пища Дарвинов бражник держит рекорд по длине хоботка У этого вида он с коктейльную соломинку Питаясь медом, бражник мертвая голова Протыкает своим хоботком восковые стенки сотов Мрачное название вида Объясняется своеобразным узором на спине Но еще больше подошел бы для фильмов ужасов Мотылек-вампир Прокалывая кожу около глаз животных Он сосет их кровь Согласно легенде, когда епископ Винчестерский Обедал с королем Артуром Тот наделил его волшебной силой Теперь, когда епископ хотел доказать правду своих слов У него в руках рождалась бабочка Его прозвали епископом бабочек Крылья не только позволяют летать Но обеспечивают бабочек весьма надежной защитой Как и их гусеницы в свое время Некоторые любят быть на виду Желтый, красный, оранжевый, черный Эти цвета означают для хищников яд Чтобы обмануть врага Некоторые безобидные бабочки Ловко имитируют внешность ядовитых Бабочка-монарх Названа в честь короля Вильгельма Аранского Бабочка-вице-король, то есть заместитель короля Названа так за сходство с монархом Подражая другим несъедобным видам Некоторые бабочки стали полосатыми Как осы и пчелы С первого взгляда хищник может спутать эту бабочку С чьей-то мордой И предпочесть добычу попроще У глазных пятен и другая задача Атакующая птица часто метит в глаз жертвы Значит, можно обманом направить удар на крыло Потеряв часть крыла, бабочка выживет Без головы у нее не будет шансов Самый обычный трюк этих воздушных иллюзионистов Мотылек-невидимка Варианты маскировки чешуи крылых Также разнообразны, как окружающий их фон Эта желтушка незаметна среди листьев плюща Бабочки-калимы невидимы среди сухих листьев В джунглях Юго-Восточной Азии Березовая педеница чемпион по адаптации В сельской местности эти бабочки остались светлыми А в городах потемнели, чтобы не выделяться на фоне сажи Для всех бабочек закон один Приспособься или умри На восемнадцатый день стадия куколки подходит к концу Крылатый монарх выходит из хризолиды Становясь имаго, взрослой особью Вися вверх ногами, он использует силу тяжести Чтобы протолкнуть кровь в жилки крыльев То есть расправить и просушить их Именно крылья понесут его навстречу Самым захватывающим впечатлением Монарх рвет связи с прошлым, чтобы покорить новую стихию Его крылья созданы для дальних перелетов Каждый год миллионы монархов Мигрируют между Центральной и Северной Америкой Больше трех тысяч километров Самое длинное путешествие у насекомых Некоторых монархов попутный ветер заносит еще дальше Через Атлантику в Европу Монархи всегда зимуют в одних и тех же долинах Мексики Где на дереве может собираться до 20 тысяч бабочек Разбуженные от спячки весенним солнцем Они набрасываются на еду и воду Готовясь к долгому перелету на север Некоторые особи достигнут даже Канады Другие по пути умрут Но путешествия завершат их потомки От тропиков до тундры Нашу планету населяют многие тысячи видов бабочек И пока бьются их крылья Они не устанут обманывать и украшать этот мир Режиссер Дерек Хелл Автор сценария Брайан Милл Композитор Гай Дейгл Художник Дин Стоктон Оператор Шон Боббит Продюсер сериала Ричард Томпсон Фильм озвучен фирмой СВ Кадр По заказу телесети ТНТ В 1998 году